Очевидно, что налоговая система должна, собственно, как и бюджетные траты, должны в первую очередь быть направлены на поддержку экономического роста и на стимулирование этого роста. Поэтому здесь вопрос в следующем. Какие и в каких направлениях нужно принимать эти решения? Обсуждалась тема об инвестиционной льготе. Действительно, предлагалось даже сделать такой обмен коллегами из СПП, включить инвестиционную льготу, отменить действующие все преференции, в том числе ускорить амортизацию, ряд других уточнений и внедрить вот этот новый инструмент. Мы в последнее время, хочу сказать, шли по льготам для инвесторов более точечно. Действительно, были созданы целый ряд институтов, там и свободные зоны, порты свободные, и торы, эти рипы, спики, чего только нет. Вообще, конечно, по-хорошему надо упорядочить, это первое. И второе, мы шли исходя из того, что мы видим, отдельные регионы нужно развивать и нужно стимулировать развитие там бизнеса. В первую очередь, Дальний Восток. И вот эти все такие налоговые специальные режимы мы пытались именно в такие регионы и завести, стимулировать тем самым инвестиционную активность там. Если мы сейчас говорим о том, что мы делаем для всех льготный такой режим, ну тогда интерес к таким регионам с точки зрения преференции по налогообложению, конечно, изменится. Правильно это или нет? Вот все-таки с точки зрения региональной политики, с точки зрения развития экономики, территориального развития, наверное, здесь нужно еще нам с вами подумать. Это раз. И второе, конечно, любые вот эти льготы, дополнительные льготы должны еще рассматриваться и на предмет того, как они будут взаимодействовать с теми задачами по бюджету, которые мы ставим перед Федерацией, перед субъектами Российской Федерации. Потому что мы помним, что вот эта льгота действовала, когда ставки были 30-35% по налогу на прибыль. Естественно, ставки повышать мы не будем. Договорились о том, что общая налоговая нагрузка тоже не будет повышаться. Она будет такой, какой мы запланировали в целом, по нашему прогнозу, на 2019 год. Поэтому считаем, что рассматривать вопросы по дополнительным мерам стимулирования нужно. Будем это делать вместе с коллегами по РСПП. Но с одной стороны и с другой стороны мы должны говорить о том, что все-таки эти льготы не должны дырявить наше налоговое законодательство, бюджет, приводить к тому, что этими преференциями пользуются. Зачастую, как мы видим, кстати говоря, целый ряд льгот пользуются не всегда, будем так говорить, экономически эффективно. Поэтому мы за то, чтобы рассматривать преференции, мы за то, чтобы дальше идти по рассмотрению вопросов в части стимулирования инвестиций. Но, еще раз повторюсь, мы должны еще смотреть и другую сторону вопроса, это бюджет, сбалансирование особенно субъектовых бюджетов и стимулирование развития отдельных регионов, территорий Российской Федерации, которые нам нужно развивать. А без дополнительных каких-то преференций, я думаю, что это будет гораздо сложнее делать, нежели без таких преференций.